Приветствую всех на моем канале, я хотел поблагодарить всех, вы нереально помогаете мне развивать канал. Я не знаю, как мне управлять столько лайков, но я всем благодарен, всем огромное спасибо, что вы вот так поддержали мой канал. Это очень сильно стимулирует меня снимать дарши. Всем огромное спасибо. Итак, сегодня будем строить тон, который уже зарейженный, которого просто никто не захочет зарейдить. Я не знаю, как сказать, проверить, так что просто строим 4х4 фундамента, вот в центре у нас все эти 4 фундамента, она будет нашей основой, вокруг тела мы обязательно буферки, как-никак власти или власти, и дом без буферок это не дом. Я буду делать это в 3 слоя, будут, конечно, некоторые места слабые, но атака в основном будет в 3 слоя защищенная. Если у вас будут какие-то идеи, как улучшить дом, я буду рад, если вы поделитесь со мной, будет очень приятно. Так, будем делать обязательно вот такие вот буферки, без буферки, а когда спокойно дома сидеть невозможно, когда кто-то на улице прыгает. Так что буферки для меня это святой кот-бой. Такие вот буферки делаем мы обязательно, обязательно буферки, 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 буферки это моя жизнь, она такой. Так, здесь мы делаем, тут что-то запуталось, надо здесь наклонную крышу ставим. Решил я этот дом построить, типа придумать новый антирейд дом, ну или загореченный дом, надо какое-то название придумать. Так как, я решил ее придумать, так как предыдущий дом мой прожил больше 10 дней на сервере, где люди играют в два клана. Никто так и не захотел ее зарядить, была попытка, как была попытка, и сломали нам гараж, и собрали нас мотоцикл от гаража, а так дом так и никто не тронул. Каждый день проходил зачистка сервера, но наш дом так и никто не тронул, поэтому я очень сильно понравился этот дом. Думаю, я этот дом буду развивать, обучать, и может даже буду в следующем вайпе выживать в этом доме. Так, вот так, два дверей, надеюсь можно поставить поршень дверей, я потом покажу как. Вот в этом месте у нас будет самое слабое место, или не знаю слабое, не слабое, но сверху у нас будет МВК потолок. Думаю, их лучше скрыть коврами, и как-нибудь потом по красивому ковру поставить, и скрыть их, чтобы не палить все. Ну, мало кто, доказывается, здесь даже увидит, но все равно. Заканчиваем потолок. Так, вот здесь у нас будет как-то шкаф. Так, вот здесь немного неправильно сделано. Здесь у нас будут двери, в двери тоже будет замок. Дверь можно оставить или металлом, и прокачать МВК, чтобы было правдоподобнее. Здесь-то обязательно курьется, чтобы у нас вход-выход был довольно удобный. Так, этот дверей, походу здесь неправильно поставил, она должна быть слева. В этом месте у нас просто ничего не должно быть. Так, зачем я это поставил, не знаю, это место как будто нас взорвали. Довольно правдоподобно. Сейчас покажу на окатовом доме. И, может, я вокруг сделаю такие вот ямы, если захотите, но я их делать не буду. Здесь тоже такая яма, это просто показательный сделок, я их на основном делать не буду. Вот такое у нас здесь вложенные двери, здесь можно... Крышу можно повернуть, и везу поставить один ящик, если типа резко скидывать лут. Так, вот у нас тут сверху дом. Я раскидал как попало ковры, их, может, конечно, было покрасивее сделать. Дом обязательно нужно сверху делать как можно больше ящиков, больше лута, больше сплавников, все это время, все это делать. Там у нас, может, будет шкаф, как бы. Так вот, у нас типа основами заходишь сюда, довольно удобно заходить сюда, даже никто не спарит, что-то вход. Такой здесь удобный домик. И если кому-нибудь не нравится, то что у вас там будет две двери, я, скорее всего, так и сделаю его. Оставьте один фундамент с обратной стороны, чтобы стенка не сломалась. Так, я ее сам не сломал. Так, чтобы стенка не сломалась, тогда ломаем фундамент, и мы должны будем его поставить на низовом фундамент. Найти как-нибудь удобное место. Думаю, так и не будет, и так ничего не получится. Так что придется как-нибудь на полу ее оставить, а то найти какую-нибудь точку хорошую. Так, вот получилось у нас. Сейчас посмотрим, получил поставить дверь, да, дверь тоже можно было поставить. Вот так вот у нас получается три двери. Конечно, можно поставить и четыре, и, не знаю, влезет сюда четвертая дверь. Если, конечно, хорошо поставить фундамент, то, думаю, влезет. Так, не получается, видите, здесь можно поставить односторонную дверь. Так, намного удобнее уходить, заходить. Здесь можно поставить еще одну дверь, только надо будет его фундамент более правильно поставить. Дом требует очень мало ресурсов, чтобы его сделать, улучшить. Все видите на экране. Сейчас посмотрим, какой выглядит дом снаружи. Такой у нас дом. Здесь у нас можно, не нужны двери, можно сказать. Можно поставить там еще ящики. Такой вот дом получился у меня. Я надеюсь, вам понравился этот ролик и вы поддержите канал, подписка. Всем огромное спасибо и всем пока.